Мост Филм Мьюзик Продакшн представляет Этот актер не просто умен, талантлив и красив, он еще и превосходно говорит по-французски и прекрасно готовит. Брэдли Купер – американский актер, кинорежиссер, продюсер и сценарист. Номинант большого количества премий и обладатель таких премий, как BAFTA, премия Гильдии киноактеров США и даже Грэмми. Он трижды входил в список 100 актеров от Forbes и четырежды признавался самым высокооплачиваемым актером в мире. Папа – ирландец, мама – итальянка. В детстве увлекался баскетболом и любил готовить для своих друзей. Мечтал поступить в военную академию и стать ниндзя, но окончил Джорджтаунский университет в степени бакалавра искусств. Его кинодебют случился в 1999 году в культовом сериале «Секс в большом городе». Далее его карьера шла в гору, и в какой-то момент Брэдли Купер доказал, что способен играть не только в комедиях. Обсудим его картины, связанные с музыкой. Брэдли Купер в 2008 году сыграл гитариста рок-группы в фильме «Голый барабанщик», но сверхсложной подготовки этот проект от актера не потребовал. Зато такой подготовки потребовал фильм «Звезда родилась 2018 года». Это третий ремейк одноименного фильма 1937 года, а для Брэдли Купера это еще и очень удачный режиссерский дебют. В общей сложности работа над картиной на разных этапах производства заняла у Брэдли Купера около четырех лет. В какой-то момент, когда он готовился к музыкальной части, он занимался музыкой пять дней в неделю. Это были гитара, фортепиано и вокал. В одном из интервью он даже благодарил Ирину Шейк, свою спутницу жизни на тот момент, за ее терпение, потому что дома постоянно были люди, и все свободное время он постоянно занимался музыкой. Актеру пришлось научиться понижать свой голос, и он очень много времени потратил на то, чтобы выработать характерную для его героя хрепотцу в исполнении песен. Все песни в фильме были исполнены вживую во время процесса съемок. Их снимали на разных фестивалях в перерывах между выступлениями артистов. Интересно, что зритель музыки не слышал, потому что звук не выводился в колонки, для того, чтобы раньше времени не засветить музыку к фильму. Ну и всем известно, что главный саундтрек к фильму «Шеллоу» стал мировым хитом. Он был отмечен на таких премиях, как «Оскар», «Спутник», «Бафта», «Золотой глобус» и «Грэмми». Фильм «Маэстро» 2023 года. Брэдли Купер не только сыграл в нем главную роль, но и стал сценаристом, режиссером и продюсером этой картины. Фильм повествует об отношениях композитора Леонардо Бернстайна и его супруги Фелиции Монте-Аллегре. Интересная история у этой картины. Изначально ее должен был снять Мартин Скорсезе. Потом режиссерское кресло перешло Стивену Спилбергу, а он уже передал его Брэдли Куперу, который и снял этот фильм. Скорсезе и Спилберг выступили в роли продюсеров. Фильм был номинирован на достаточно большое количество премий, но наград получил совсем немного. Тем не менее, на Оскар фильм номинировался в пяти номинациях. Посмотрим, удастся ли забрать хотя бы одну статуэтку. Ну что ж, ставьте лайки и подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски об актерах, которые так или иначе связаны с музыкой. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok